Россияне, которым исполнилось 80 лет, начнут получать повышенные пенсии. Размер доплаты с 1 марта составит 6564 рубля, но индексацию проведут через месяц после дня рождения. Новые пенсии ожидают военнослужащих и правоохранителей. В среднем по стране выплаты составят 33 тысячи рублей. Прибавку получат не только за март, но и за два предыдущих месяца. Кроме того, с марта пропущенные надбавки смогут получить пенсионеры, которые работали и уволились в ноябре или декабре прошлого года. Некоторых автовладельцев с марта ждут новые штрафы. За отсутствие диагностической карты придется заплатить 2 тысячи рублей. При этом нарушитель может быть оштрафован только один раз в сутки. При регулярных нарушениях, которые фиксируют камеры, сумма набежит приличная. Машина может нарушать правила и в месяц, если штраф составляет 2 тысячи рублей, самокупный штраф может составить 60 тысяч рублей, если машины эксплуатируются каждый день. При этом надо, конечно, вспомнить, оговориться, кому это относится. Это автомобили сроком 4 года и старше. Это служебные автомобили, это личные автомобили, которые используются в служебных целях. Это коммерческий транспорт и такси, грузовой транспорт и подобного рода автомобили. С начала марта водители и тех, кто получает права, начнут проверять на регулярное употребление алкоголя и наркотиков. Это касается только тех граждан, у кого выявлены признаки соответствующего заболевания или кому потребовалась медсправка в связи с лишением прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Ужесточается контроль за оборотом оружия. Раньше нужно было с определенной периодичностью после получения оружия подтверждать знания на пользование оружием и все. Про медицину вопросов как бы не поднимались. А теперь правила новые. Нужно каждые 5 лет подтверждать медицинские свои показания, что ты нормальный, что у тебя нет отклонений, что ты не наркоман, не псих и прочее. С марта в России появился новый вид некоммерческой организации – личный фонд. Давно существовала потребность в России создать такой вид юридического лица, когда лицо могло бы вложить в него средства и использовать на определенные нужды. Например, на образование детей, на развитие бизнеса, на эффективное управление теми активами, которые вносятся в этот фонд. В 2018 году в России уже был создан наследственный фонд по аналогии с зарубежными, когда деньги после смерти человека передаются в искусственно созданную юридическую конструкцию, которая управляет имуществом. «Пример – это Нобелевский фонд. Суть проста. Это деньги ученого, который не хотел, чтобы по наследству кому-то достались, и в то же время не хотел, чтобы они исчезли. И он создал фонд, вот этот искусственный, который до сих пор существует после его смерти. И фонд, по, опять же, указанию ученого, вручает премии в области разных сфер наук. И вот логика с личным фондом такая же абсолютно, только при жизни создается эта штука. И правда только для тех, кто располагает 100 миллионами и больше». С начала весны в стране легализуют таунхаусы, а фермерам разрешили строить дома на землях сельхозугодий, но с определенными условиями. «Жилой дом должен быть не более трех этажей и не более 500 квадратных метров площади. Очень распространенная история, когда у нас формально земля сельхозного значения, но она может находиться рядом с каким-то населенным пунктом, но формально туда не входить. И фермеру, может быть, удобно как раз построить жилой дом, вот именно жилой дом в статусе жилого дома со всеми последствиями, именно на землях сельхозного значения». Минприрода с этого месяца запрещает выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски. Их необходимо сдавать на утилизацию. За нарушение гражданам грозит от 1 до 3 тысяч рублей и до 4 тысяч рублей, если пострадали люди или окружающая среда. Вводятся штрафы за незаконный сбор благотворительных пожертвований с помощью ящиков. Это мера борьбы с мошенниками. Если пожертвования собирают организации или люди, не имеющие на это право, штрафы составят 20-50 тысяч рублей для юридических лиц и от 3 тысяч до пятикратной стоимости похищенного имущества для физических лиц. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.